Добрый вечер, друзья! Ну вот с этой лекцией как-то так получилось, что у меня у самого вышло приключения, потому что она уже была придумана мною, а потом я заболел и забыл ее. И остались только, ну вы знаете, как вот это вот бывает, вот что-то вроде помнишь, вот и даже иногда мерцает и даже что-то вроде там сосна была, или не сосна, ну что-то, что-то было, вот стерлась, стерлась из памяти, но тем не менее вот Сережа Бережной сидит здесь и он преподнес мне сюрприз. Я как раз думал про это, это часто бывает. И он мне предложил такое видео, 2014 года? 2012 года. Это вечер памяти Ходосевича, выдающегося русского поэта, где выступает Евгений Рейн. Я так и решил, я долго хотел, думал, пересказать своими словами, но не то. Включить, значит, видео с телефона, что вы услышите. Вот, но так как пока не попробуешь, не узнаешь, я, конечно, это бы послушать. Вот, я дам комментарий, какой-то контекст, потому что многие важные вещи вот из того, о чем я собирался говорить на лекции. Ну, не в том ключе, в котором, может быть, вы это услышите, но неважно. Значит, для начала, скажем, Евгений Рейн, да, выдающийся поэт, представитель вот той самой группы, которая имела отношение, ближайший друг Иосифа Бродского. Вы можете найти большое количество видео их совместных, но вот этой группы, ну, вот Найман, Болбушев, Бродский и Рейн, которые когда-то в шестидесятый год начали ходить в дом Кани Андреевны Ахматовой. Все стали, в общем, в разной степени выдающимися личностями. Евгения Рейна я читал, читаю, не буду читать, но сейчас речь не о том. Сейчас речь не о том. Просто, чтобы вы поняли, что это, да, вот, вы можете узнать. Кто не знает, вот, всегда можно, есть же Google, вот и я помню. Соберемся на этот вечер. Сейчас, когда я собирался на этот вечер, сейчас я слышу. Конечно, стало. Слышно что-нибудь? Ходосимыч великий поэт, а ты был сам великий поэт, поэтому аспекты могут быть иногда ограничены. Я не буду читать стихов Ходосимыча, хотя бы у них теперь. И я решился поработать. Соберемся на этот вечер. Соберемся на этот вечер. Он ненавидел Маяковского. Он ненавидел футуризм. Он ненавидел все, что связано с авангардным десятком блокаде. Для него не существовало ни Крученых, ни Туфановым. Иногда он ошибался. Например, он очень низко оценил поэму Заболонского человечества земледелия, считая, что его написал сумасшедший идет. Мы знаем, что это не так, что Заболонский был величим братом. Но Ходосимыч этого не оценил. И вы знаете, прошли годы, и эта проблема, она остается. Она остается вот так, я говорю, в прижимстве Зинельникова, Хлебникова, Сарнова и Крешкова. Русская Боэзия оскорблена мечтожеством современного авангарда. Каким позором является величайкий? Кто такой он и ты? Его стихи элементарные, как полено, нестожные. И все уменительно побежали. Это позор! Как могли ему дать премий? Как могли писать о нем? Кто это такой? Полуграмот белье! Ваши мальчик это! Кто такие, дорогой, дорогой, чем такая пейдень? Парчиков и Крехов, это Крехов. Они оскорбляют собой на этих. Оскорбляют! АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Кто такой Кузьмин? Голубой мальчик, который издает мечтожный Альмагарх воздух, наполненный графами. Он, кажется, только на пипифаркш. Его нужно сбросить сортиры. Альмагарх воздух вместе с Кузьмином. Вместе с Кузьмином. Голубым идет. Поэзия оскорблена. Оскорблена. Не то, что их печали, не то, что их издают. Говорит о ничтожных специальниками поэзии. У нас в поэзии есть Чухонкин, Гоффман, Синельников, Хлебников, Куршер. Есть крупные поэзии. Кто на их фоне плитов Парчиков и Дороженко? Ничтожные графовары. Ничтожные графовары. Почему он когда не ходит? Я знаю почему. Это все у него словистов. Слава приходит через словистов. Что могут словисты понимать? Пусть не поэзии. Вот эта мания набирать славу на западе, она и есть язва современной поэзии. Язва. Айки дали премьерную драку. Айки просто как полено. Он ничтоженство. Абсолютное и ничтоженство. Абсолютное и ничтоженство. Полуграмотный идиот. И он стал заметным поэтом. Полуграмотный идиот. Они прерываются именем Аланганга. Что это такое? Существует великая русская поэзия. Поэзия Ломоносова, Державина, Пушкина, Богатинского, Лермонтова и Красного блока, Кумилева, Мандельштама. Что на ее фоне Айки? Человек достойный быть спущенным в унитаз. В унитаз. В унитаз. В унитаз. Женщина. Ему место в унитазе. Немножко, Эхо Носевич, можно? Ехо Носевич, что это подтверждает? Это он сказал. О, если б мой людьми смертный, что он англеть в отчетливую воду. Он ненавидел Маяковского. Но мы знаем, что Маяковский был генерал медальному поэту. Маяковский шаг в советской власти. Мне говорила Ахматова. Мне говорила Ахматова. Но Маяковский должен был умереть в 17-м году. Тогда это был генерал. А он в стороне видит вот, что он в советской власти. Или покубил себя? Покубил? А что он? Ужас. Он после 2-го года, как все равно ни одной, как он не возьмет. А что вы были? Ну-ка, вы, какие делаете? Стихи советской марки. Ужас. Это не все, что я не заблюдаю. А кто отдыхает? Ужас. 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 Маяковский с ним уничтожил. А он написал, что вы охотнее того, чтобы вы не думали. Ужас. Ужас. А4 в 2009 году, хр. А4 в 2007 году, хр. ТОРА а9 в 2008 году, хр. Ужас. Ужас. А4 в 2008 году, хр. а4 в不對2 жас. Спасибо. Ну, вот я хотел, чтобы вы это послушали. Так, теперь с чего начать-то? Ну, начнем с того, что люди, понимаете, посмотрите на этот парадокс. Выступление начинается с того, что не любил Ходосевич, не с того, что он любил. То есть человек нацеленно шел объяснить, что надо сбросить в унитаз. В общем, заметьте, когда футуристы, которых ненавидит Евгений Рейн, пытались сбросить Пушкин с корабля искусство, речь шла все-таки, наверное, о Балтийском море или о Финском заливе. Гораздо менее образованные люди, надо сказать, среди них не так много было. Более образованные люди предпочитают сбросить современный авангард в унитаз. И повторяют это многократно. Причем по отношению к Геннадию Айги, блистательному поэту, Драгомощенко, блистательному поэту, Парщикову, блистательному поэту. Обратите внимание, как страстно все. Как страстно. Как все кипит. Айги нет уже на белом свете. Вот к этому моменту. Парщиков я не помню, был жив или нет. Сейчас уже никого нет. Слова остались. Слова остались. И вы знаете, я как раз смотрел сериал «Слово пацана». И так у меня сошлось. Ну там район на район. Мы универсамовские, а вы там зауниверсамовские. Там еще что-то такое. Я хорошо помню эти времена и раньше времена. И битвы здесь в Самаре, в Куйбышеве тогдашнем. В которых и мне приводилось принимать участие. Вот район на район. Война 18-го километра с них заводом. При дружесной поддержке 16-го километра. И при этой самой... А что здесь? Что-то другое? Нет, фамилии, да, другие. Это не Кликухи, там Бобер, там Горшан. Вот. Там Дрель и так далее. Это Братынский, Ломоносов, Пушкин. Но суть та же. Суть стажев. В чем суть высказывания? Ну, здесь много всего. Есть много всего. Пока это все подходит. Пацанские совершенно вещи. Абсолютно пацанские. Это поразительно, что люди интеллектуального труда не замечают, что они ничем не отличаются от пацанов в фильме «Слово пацаны». Ничем. Ну, кроме тем, что, может быть, они бьют вот не так вот, как ты сразу, вот, рукой или ногой в лицо. А они бьют иначе. Но все то же самое. Вот это наша линия. Она святая. А она святая. А это чужая линия. И вот эта чужая линия, он, видимо, был возмущен тем, что… Это вот Сережа мне это сказал, что в это время награждали кого-то. И мы… Понимаете, как… Ой, отдать вообще. Понимаете, когда собираются… Как это у Дмитрия Кедрина. У поэтов есть простой обычай – в круг садясь оплевывать друг друга. Такой простой древний обычай. Сошлись в круг, вместо того, чтобы песни затянуть или стихи, начать поливать друг друга. Тот же обычай. Но я и понимаю Ирейна. Да. То есть я понимаю, что он отстаивает. Какую гармоническую музу он отстаивает. Вот это все – ничтожество, унитаз, полено, тупоголовый идиот, обращение к зрителям – вы говнюк и так далее. Не пацанские дела, да. Не старопацанские дела, вот, просто исполнены выдающимся интеллектуалом нашей культуры. Ну, хотя бы давайте от себя это не будем скрывать, да. Что мы все люди партийные, групповые. Вот. У нас есть свои и есть чужие. Свои всегда классные. Они всегда классные. И за своими есть традиции, да. Был Бобер, за ним пришел Хорек, потом пришел Суслик, тут Ломоносов, Пушкин, Воротынский, Некрасов, там, Блок, вся линия прочерчена. Вот что он защищает. Он защищает определенную линию русской литературы. Конечно, с Маяковским тут трудновато, потому что, ну уж совсем ему отказать гениально. Причем, заметьте, он возмущен тем, что их книги издают и печатают. Удивительные дети демократии. Ну и что, запретить, что ли, вот. Расстреливать, да, и он приводит слова Ахматовой. Он их цитирует. О том, что, эх, если бы Маяковский умер в семнадцатом году, ну еще же прожил, а? Вот беда-то. Вот беда-то, вот несчастье. Прожил еще. А так был бы Лермонтов. То есть, забота о репутации выше, чем забота о человеческой жизни. И это тоже одно из измерений поэзии. Человек, которым интересна психология творчества, и мы так или иначе немножко коснемся, он иначе к этому относится. Вы думаете, что я перестану смотреть Рейна или читать его, что ли? Да ни секунду. Да ни секунду. Меня просто интересует, да, что... Вопрос, помните, на одной из лекций. Кто в данный момент говорит? Кто сейчас говорит? И вернемся прямо на шаг назад, к нашему зуму, когда я сетовал на то, что... Не то что слабость, а даже полное отсутствие постановки вопроса о том, что сознание наше должно дифференцировать, да, приводит нас, в общем, в тупик совершенный. Потому что оно растет посредством дифференциации, в том числе. Ну, то есть мы предполагаем, что говорит Евгений Рейн, а я так не предполагаю. Да, у этого человека он похож на Евгения Рейна, у него голос Евгения Рейна, у него биография Евгения Рейна, у него пафос Евгения Рейна, у него любовь к определенной поэзии Евгения Рейна. Но кто говорит? Кто говорит? Вот самый главный момент всего выступления для меня. Поэзия оскорблена, говорит он. Вот это да. Вот тут мне интересно становится. Потому что, ну, вот, знаете, там отправить в унитаз кого-нибудь там и так далее. Ну, пацанские дела. Вот, ничего такого. Вот. Ничего такого. Обычная совершенно штука. Для интеллектуалов, увы, слишком обычная. Вы знаете, все пацаны честнее, чем интеллектуалы. Значительно. Значительно. Там просто бьют в морду там и так далее. Там по-простому все. Вот. И если я уже еще раз повторю, вы посмотрели фильм Мартин Скорсезе «Убить цветочной луны», то, конечно, вот этот там подонок, который играет Де Ниро. Вот. Он парадоксальным образом гораздо более симпатичнее, чем его племянник, который играет Де Каприо. Почему? Потому что он определенный. В нем есть определенность. Тут определенности какой-то нет. Вот. Заметьте, битвы не кончаются. Я вообще себе могу представить, я просто не тусуюсь среди пацанов-поэтов, какими-то великими они не были. Ну вот. А среди других пацанов и девчат. Но они могли бы вполне сейчас затеять какую-нибудь драку на тему. «Батюшка в поэте...» «Нет, батюшка в унитаз...» «Батюшка...» «Батюшка...» «Батюшка моя...» «Я где-то...» «Все это...» «Все то же самое. Все абсолютно. Хотя батюшку давно нет...» «Вот». «И тут почти всех, кого он назвал, нет давно. А битва кипят». «И вы слышали, зал реагирует. Там же поэты сидят и говорят. «Браво!» «Кто-то кричит...» «Кто-то засвистывает...» «Все очень ярко реагируют». Но вернемся к этому моменту. «Поэзия оскорблена». Откуда он знает? Ему что, вечером, это как у Высоцкого, муза посетила, немного посетила и ушла, то есть пришла поэзия к Евгению Рейну, уважаемому человеку, и сказал, ты знаешь самим существование Геннадия Айги, там, значит, Парщикова-Доргомущенко и Пригова, я оскорблена. Нет ведь? Нет ведь? И здесь опять все двойственно, потому что поэту, вы почитайте Ахматова, вы почитайте Ахматова, там же все время есть указания на то, что поэт связан с неким высшим началом, оно приходит, да, переворачивает жизнь поэта, оно диктует, вот, оно создает эти образы и иногда просто раздавливает поэта, и мы про это много раз говорили. Но есть другой момент, давайте попробуем дифференцировать, тот же самый момент или нет, зададимся вопросом, да, зададим загадку. Приходила поэзия к Евгению Рейну неоднократно. Да, он бы не написал этих прекрасных стихов. А вот сейчас, когда он, он от кого говорит? Это кто в Евгении Рейне говорит? Тот, кто, тот, кто знает мысли и границы самой поэзии. Я напомню вам, что вообще поэзис, мы неоднократно про это говорили, у греков это буквально появление из ничто. То есть это тот, кто знает все пространства, вокруг ничто, в самом ничто. Ну, то есть так много, сколько мало кто из людей отваживался, в принципе, что-то такое вякнуть на эту тему, что он что-то про это знает. А тут поэзия, она опозорена. Она опозорена. Там же дальше уже напрашивается, да? А она внемлит об отмщении. А как мы не защитим поэзию? Ну, девушку изнасиловали, мы что, не пойдем защищать? Мы пацаны из этого района. Мы что, не пойдем? Вот эта изумительная риторика, да, меня напрягает. Но, с другой стороны, понятно, что есть какие-то странные отношения между Рейном и Рейном. Я уверен, что в десятках других случаев и своих выступлений он ничего подобного не сказал. Ну, хорошо, мы скажем, да, стресс, он на что-то обижен, у него день не тот, вот, там еще что-то. Или вот он решил сделать такое программное заявление против авангарду. Кто, вот, все они никак не поделит эту территорию, кто все никак не решат. Ну, потому что это же не поэзия решать, правильно, которая между тем, к ним и приходит, вот, и диктует. А это им решать, кто относится к поэзии, а кто не относится. И вот они и решают столетиями. Невзирая на все их огромные бесконечные зазлы. Хочется спросить, как спрашивал Шура Буагалов у Михаэля Самуэльича Паниковского, или наоборот. Кто такой? Гомер Мильтон Паниковский, извините за кломбом. Да нет, хороший поэт Евгений Рейн, прекрасный, будущее покажет, насколько ты хорош. Вот, и так далее. Чуть-то всех унитаз-то, прям сразу. Вот. Я бы еще заметил эту, Фром бы обратил внимание, целую работу про это написал. И Фрейд бы обратил внимание. Он тоже был очень внимательен к канальной стадии сексуального развития. Унитаз, говнюк, что это все такое? Кто говорит? Кто говорит? Я на эту тему уже высказывался, ну как про наших современников. Ну вот матерные слова в эфире нельзя и в фильмах произносить, их запикивают. А вот это вот, да мне посрать, вот мы разосрались, да я там это самое. Что это за удивительная фиксация на анальной стадии? Ну вот. Которая в принципе у ребенка проходит, вот, если все благополучно, когда он приучается к горшку. А вот у взрослых никак. Стараются. Пробуют. Но никак. Срутся и срутся. Ну что ты можешь делать? И все на людях и на людях. Ну что, ну бывает такое несчастье. Вот с Василием Васильевичем Розановым был, да, великим философом. Вот. Так это же трогательнейшая история случилась с ним. Он зашел в гостиницу, так его там женщины, которые работали, вот. А как дали им помыться, там все это самое, это он благодарил их там до конца жизни. Нет. Эти срутся с наслаждением. И Фрейд, конечно, указывает, что в процессе дефекации определенное наслаждение есть. И как вот это все бывает переносится на разные другие формы. Вот наслаждение, взросление. Я бы поосторожнее с унитазом-то. Тема не такая безобидная. Кроме того, понятно, что вот эта дырочка, которая в унитазе, она из-за прохода в другой мир. Кто-то туда хочет, что-то? Очень много фильмов, где, значит, особенно всякого рода, где действие происходит в деревне, где персонаж проваливается прямо туда. Вот у Эмира Кустурица, например, но это карнавальные фильмы. Вот. В этом есть большой смысл во всем, но мы пока это трогать не будем. Итак, вот вопрос. С чего, с какой стати, вдруг с перепугу? Понимаете, что должно произойти, например, с Бондаренко? С ним же это тоже может произойти. А вы что думали? С любым может произойти. Вот я встану и начну говорить от имени мироздания. Но вот не от себя лично, а от имени мироздания. Я приду и скажу. Мироздание оскорблено. В библиотеке не берут в книг Германа Гесса. Ноосфера готовит ответный удар. Ну, может, и готовит. Вот. Может быть, и оскорблена. Но я-то с какого перепугу тут за мироздание-то? Мне за себя бы как-то. Как правило, люди, которые говорят о мироздании, сейчас я уже не имею в виду Евгения Реймна или от лица поэзии, ну или от чего-то, от лица красоты. Вот. От лица красоты. Я сейчас девушку встречаю, и они начинают мне говорить от лица красоты. Ну, то есть вот я, как красота, хочу сказать. Ну, говори, от лица визажиста. Парикмахеры. Называй их имена. Давай карточки. Мы все пойдем туда встречать. Кто же не хотел быть красивой-то? Ну, как вот вы от лица красоты сейчас начнете говорить? Нет? Всей, мировой. Честно говоря, за это когда-то в Древней Греции ну, вообще тяжеловато приходилось. То есть человек начинал говорить от лица Афродита, это было не принято. Предполагалось, что Афродит в курсе. И поэтому как-то скромнее было. Как-то потише. Вот. Потому что Афродит в курсе. Вот. Да и в христианстве когда-то было такое понятие, надеюсь, и сейчас есть, страх Божий. Как-то. Может быть, не сильно-то уж это то по головам, поленам кого-нибудь так уж это прям сразу называть. Тем более, что человек отчетливо, талантливо, несмотря на то, что он тебе чужой. Ну, чужой, да? Что это, да? Что это такое? Что это такое? Задамся еще таким вопросом. Вот я себя часто словлю. Может быть, у меня давно раздвоение личности. Но опыт показывает, что многие люди ведут такие разговоры. Я тебе, например, говорю. Да, Валер, не расстраивайся. Это кто кому говорит? Который из Валерок говорит другому Валерке. Как их назвать? Вернемся к этому слову. Как дифференцировать? Илья там все говорит, ну, Валерка, ну дай им жару. Кому им, во-первых. Вот. Какой Валерка должен дать жару? Почему тот, который призывает жару, дать не может? Или там, Валерочка. Давайте на более нежные ноты перейдем. После унитаза. Валерчик. Дорогой ты мой. Ну, ты послушай, зачем она так тебе это говорит? Я все-таки пацанских обертонов терять не буду до конца. Да, но буду их прятать. Это какой такой Валерочка обращает внимание другого Валерочки? Почему тот Валерочка не способен что-то услышать в том, и как она говорит, а тот Валерочка, который, как бы сказать, мне это говорит, он в курсе? Не он ли знаком с поэзией? На ты. Не на вы, уважитель, да? Не на вы, а на ты. На ты. Где поэзия субъектна. Она оскорблена. Я бы даже сказал, что у Евгения Рейна, уважаемого мной, вот, он вообще говорит о том, что оскорблена Анна Ахматова в подтексте. Он говорит о том, что Геннадий Айги, Парщиков, Драгомощенко, Пригов и это надругались над Ахматом. Ну, в моем понимании. Могу, да, может у меня возник такое понимание. Конечно, это же его линейка. Ахматова мне сказала, что Маяковский... Да, то есть, сама поэзия уже приходила. Она уже говорила. И почему-то в этот момент, ну, вот не нашлось другой цитаты из всего, что поэзия, возможно, наговорила Рейну. А судя по его стихам, чего-то наговорила. Да? Чего-то таки наговорила. А она ему сказала, эх, если бы Маяковский умер в семнадцатом году, был бы как лево. Кстати, это неправда, что у Маяковского после двадцатого года не было хороших стихов. Понадобилось бы взять Тома Маяковского и вам почитать то, что было написано после двадцатого года. Ну, это война просто. Это старая война. Я бы даже сказал реваншизм. Потому что на какое-то время Маяковский с товарищами захватили русскую поэзию. А это спустя столетия ответ идёт. Ответ такой. От условно говоря, хотя, я думаю, Бродский бы вряд ли с этим согласился, но условно говоря классиков. Условно говоря классиков. Вот давайте обратим внимание на этот феномен. Что он странный, такой любопытный, интересный. Вот так мне нравится. С кем же Валерчик сегодня бы разговаривает? А по поведению многих других людей я вижу, что они тоже сами с собой разговаривают. И я прям вижу, когда там я сижу, например, женщины пьют кофе. Вот, и у неё, и она себе говорит, ну-ка, подтянись. Она подтягивается. Вот. Выпрямь плечи. Выпрямь. Правую грузь вперёд. Вот. Выше нос. Там что-то вещь, ну в зависимости от этого. Или ну-ка, отвернись от него так вот. Она такая, кто там, что это за политбюро там? Вот. Кто циркуляр там выписывает? Но совершенно очевидно, это видно поведение, что женщина сидела, сидела, и потом только решила так немного грудь вперёд. Ну, посмотри, мой суслик, как говорила мадам Грицацуева. Ну вот. Там кто это сказал? А? Вот там внутри. Кто отдал это распоряжение? Мы тоже не будем сегодня всё мешать, да, я просто, да, сейчас обращаю ваше внимание и пытаюсь это констатировать на то, что внутренняя жизнь человека не такая простая. И поэтому вопрос, кто говорит в данный момент, да, он имеет смысл. Он имеет смысл. Потому что я и Валерочек много знаю разных. Вот. И каждый из них говорит, как бы сказать, из своего пространства. В то же время он вроде один. Вот. Вроде один. И паспорт один. Места работы два, правда. Тут уже сложности начинаются, конечно. Уже начинаются сложности. Хорошо. Хорошо. То есть мы возвращаемся, как бы, к нашей любимой двойственности, да, и к тому, что с ней делать, или тройственности, или там, вот, множественности. Ну, а вот немножко с другого угла, да. Немножко с другого угла. Ибо. По вашим лицам я вижу, что многие собрались праздновать Новый год. Что-то неумолимо подсказывают мне-то. Я себе все время говорил, шел сюда. Один Валерочек говорил другому. Говорю, ты немножко не забываешь, что ты праздничная лекция. Ну, то есть предновогодняя. Она не должна быть сильно нагружена там, какими-то смыслами, да. В ней должен быть какой-то все-таки юмор, да, какая-то теплота и так далее. Нет, я вам расскажу анекдот. Это были, на самом деле. Многие из вас, наверное, видели фильм «Морозка». Вот, в детстве. А может, и не в детстве. Ну, по известной сказке «Морозка» русской народной. И вы помните, там есть момент, когда «тепло ли тебе, Девица?» «Тепло ли тебе, Красное?» «Тепло, Дед Мороз!» «Дедушка». Вот, или там «дедушка». Или кому он там говорит? Еще раз, «девушка». «Дедушка». Да, «тепло ли». «Дедушка». Кстати, вот это очень важно, это архаическая форма. Вот, строго говоря. Потому что Дед Морозы только после елки 37-го года появились. А вот, это, собственно говоря, учрежденные Сталином персонажи. И именно они, задумайтесь, этот символизм 37-й год, развозят детям подарки. Что, не стынет кровь в желуху? А, стынет. Хорошо. Американцы хотели купить этот фильм. Что-то было непонятно в этот момент. Совершенно. Ну, то есть, не тепло же. Почему она так отвечает? Тепло ли тебе, Девица? Тепло ли тебе, Красное? А она все. Тепло? Хорошо, Дедушка. Отлично. Отлично. Сейчас бы еще в проруби скупаться. Ой, прекрасно было бы. И температура. Тепло сейчас на улице, минус 35. А на что так отвечает? Нам как это? Жителям Айовы, которые снега не видели, возможно, никогда. И как вот этот какой-то контекст? Что такое? Почему там так? Ну, в принципе, вообще холодно. Ну, или Арканзаса. Вот. Или Аризона. Ну, где тепло. Где, я бы сказал, жарко. Ну, вот. Как это вообще объяснить? А потом просто в какой-то логике, да? Логике характера. А она что с этим дедушкой? Что? Почему она ему не скажет? Холодно! Ну, так, с американской прямотой арканзасской. Дедушка! Замерзла я, дорогой! Ты не мог бы там убавить, там, у себя? Помру ведь? 25 лет. Ивану Царевичу или кому-то там не достанусь. Ты о чем думаешь-то, дедулька? Нет. А она вообще... Он ей все так... Как бы ток электрический прибавляет. Милая, школьникам показывает. В детстве все любят смотреть. Мы потом удивляемся, вот откуда... Ну, вот. Ее так прибавляет. А сейчас тепло. Только еще пошел холодный. Тепло, дедушка. Тепло мне. Хорошо. Хорошо живу. Сама. Сама стою. Вот. Ах, со мной стоишь? Ну, так еще мороз... Ну, долбанем-ка немного еще только добавим. Там, пыточная какая-то. Я не знаю. 17 дамя невесны. Добрый фильм про шефа гестапо Мюллера. Вот. А тут какой-то злобный совершенно. У тебя добавляет. Да, сейчас тепло. Тепло. Мне тепло. Я умираю. Как? Удивительно. Они никак не могли понять, что это такое-то. Ну, потому что они не изучали русских альтеров. Друзья мои, мороз, который в морозке, и баба яга, это практически одно лицо. Нам не только подарки привозят, но кому привозят. Потому что я всегда спрашиваю. Я переспрашиваю. Я прихожу в СДЭК, мне кто-то прислал подарок. Или домой. Я спрашиваю, от кого подарок? Если мне не говорят, от Деда Мороза, я говорю, знаете, заберите. Если мне говорят, ну, это вот от того-то и того. А, персональный подарок, это другое дело. Вот. Я побаиваюсь вот этих дел. Вот. Побаиваюсь. Мало того, что это с кремлевской елки 37-го года. Под управлением товарища Ежова. Так это еще и баба яга. Что-то нам подарки. Ну, вот в чем сложность баба яга. Немножечко я потом попробую все это соединить. Да? Вы пока просто отдыхаете, улыбаетесь, улыбаетесь, в том числе улыбаетесь лектору. Потому что там нас смотрят, понимаете? Нас смотрят и будут смотреть. Люди должны понимать, что это новогодняя лекция. Хотя мы о таких вещах тут расскажем. Вот видите, у морозка ставят всегда. Почему? Потому что без этой сказки обойтись нельзя. Что соединяет баба ягу с морозом? Что происходит там с героиней? Обряд и инициация там происходит. Время. Это инициация, это испытание. Это испытание. Непредельных возможностей. Поэтому тепло лицедельцам. Тепло держусь еще. Баба яга тоже самое делает со всеми персонажами русских народных сказок. Они приходят, он думает, что он сейчас за царевну-то быстренько. А она говорит, давай-ка в печку. Сейчас позажарим тебя немного. Перекусим, сейчас леший зайдет. А потом пойдешь за царевной. И он начинает работать с мозги. Это глубоко очень укоренилось в русском народе. Ну то есть как мы только баба ягу увидим, мы тоже понимаем. Что тут надо как-то это? Вот, быстренько соображать начаться. Хороший уже в этом сонном режиме жить, в этой обломке. Потому что дело серьезное. Сейчас печь предложу. Я уже знаю, я много сказок читал. Ничего хорошего. Но на самом деле они не, как сказать, это не... Они амбивалентные персонажи. Нельзя сказать, что они добрые, нельзя сказать, что они злые. Это на елках, которые начались впервые только в конце 19 века в России, их до этого не было. Там, кстати, почему мне нравится, что дедушка. Потому что там есть... Там, конечно, нет никакого Деда Мороза. Там его называют Ельник. Вот. Ельник. Да. Там Ельник. Или там Дед. Вот. Еще нет этой сказочной приставки. Но... Дедушка Мороз, он подарки нам принес. Ой, ты, Боже мой, как хорошо так. А на самом деле тебя пришли испытывать на последнюю крепость. Поэтому, когда, если вам говорят, от Деда Мороза, поаккуратнее. В России это суровый очень образ. Если там появится вдруг Снегурочка, ну, тут вообще, так сказать, это испытание для самурайов. Немножечко. Чуть позже я вам даже зачитаю какие-то фрагменты, вы поймете. Вот. Почему Чудо-Юда, Кащей Бессмертный и разные прочие приличные персонажи русских сказок не вызывают у героев русских сказок, если их читать в подлиннике и в большом объеме, такого ужаса, как, например, невеста. Или какая-нибудь царевна. Вот где кошмар-то настоящий. А Кащей Бессмертный, это так, разминочка. Это-то разминочка, поэтому осторожней со Снегурочкой. Я иду по улице, вот они, знаете, идут там. О, да-да-да-да-да-да-да, ну, я понимаю, сейчас-то они уже простые такие. Вот. То есть, понятно, что они одной ногой в смерти стоят. То есть, это духи смерти, которые пришли к нам на Новый год для того, чтобы мы его, можно, не дожили. Ну, типа, они еще перед смертью хотят нам что-то продать. Ну, они же там все время что-то там, конкурсы какие-то. Это вот от фирмы такой-то. А это вот от бургерной, там, вот, бургер и Дракула. Там, значит, и там еще там от какого-то мяса последнего вампира. Вот это то, что любят современные люди. Нет, а что вы смеетесь? Вы зря смеетесь. Это я пытаюсь сдержать новогоднюю интонацию. Мело. Я прихожу, например, в книжный магазин. Вы знаете, сколько появилось воспоминаний патологоанатомов? Это же кто-то покупает. Это же кто-то покупает. Все больше и больше. Рынок насыщен. Воспоминаний маньяков вообще очень много. Это просто ходовой товар. Сегодня, мне кажется, обычный житель, он не может зажнуть без воспоминаний какого-нибудь маньяка, который там 40 человек убил и так далее. Ему это нравится, он кайфует, ему интересно. Опять эта двойственность. Опять эта двойственность. Заметим ее, что она здесь есть. Зачем простому человеку, мирному горожанину, бюргеру, обывателю, посетителю нашей прекрасной библиотеки или посетителю лекций нашего Валерчика? Это кто говорит? Зачем всем этим прекрасным людям на ночь читать воспоминания Чарли Мэнсона? Чем он так вообще сдался? А уж воспоминания патологоомнатома – это профессиональные воспоминания. Ну, еще мемуары практолога, я бы еще понял, какую-то их, так сказать, практическую силу. Тем более, учитывая русское выражение, что у нас все через практолога. Вот, как бы, вот, еще что-то есть, да? Ну, патологоомна-то, ну, что-то, на ночь читают про то, как разделывают труп, какие там истории, какой труп шевеленулся, вот, какой нет, который встал и пошел, вот, куда он дошел, что они там пишут, я не знаю. Эти книги запечатаны обычно, и написано, что детям до 18-ти, а я себя до сих пор считаю до 18-ти в этой графе. Ну, когда мне выгодно. А когда нет, я прикидываю с дедушкой. Вы уже понимаете, что это небезопасное слово. Совсем небезопасное. Пойдем дальше. Пойдем дальше. Вот сейчас пришло время, пришел тот чат, пришел тот удивительный час. Я все-таки новогоднее настроение. Когда нам немножечко почитать вашего любимого Джеймса Хилмана? Ну, и потом начнем уже соединять какие-то вещи. Вот. Но перед этим все-таки немножечко из мира русских народных сказок. Очень хотел вам новогоднюю сказочку. Так, это пока нам рано. Это нам рано. Мы еще тут не дозрели немного. Но мы зреем. Мы зреем. Зреем. Вот. Сказка. Называется глава этой книжки. Сказки первой брачной ночи. А? Вот хоть и болел, а вам сюрпризы готовил. Понимаете? Думал о том, что интересно. Слушайте. И зритель. Эпиграф. Эпиграф тоже из сказки. Сказка называется Иван Дорого Купленный. Одной рукой душила она женихов-то. Эпиграф. Сказки о первой брачной ночи. То ли они в одной корпорации фольклористы. Сейчас потолка анатомная. То ли правда что. Но вот сказочка. Так. Я только с вас беру слово. Дети мне сказки не рассказывать. Это только для взрослых и только для посетителей библиотеки. Исследователей русского фольклора. Патриотов русского слова. Белозерская сказка Мишка Водовоз. Опять же и пацанские какие-то штуки тут. Вот немного. Значит. Иван Царевич женится на девице по имени Анна Царь. Анна Царь та девка непростая. А повелительница всего тридесятого государства. Властная и своенравная богатырка. Чего нельзя сказать о нашем Иванушке. Телосложение Монфут. Нет в нем силы мужицкой. Да и знаний того, что нужно делать со своей женой в первую брачную ночь, тоже нет. Я тоже ничего не знал. Прямо как в сказке, когда был пацаном. Вот. Но правда у меня первая брачная ночь была отдельно от брака. Ну так вышло. Так бывает в жизни. Я не хвастаюсь. Так случилось. Телосложение Монфут. Нет в нем силушки мужицкой. Да и знаний того, что нужно делать со своей женой в первую брачную ночь, тоже нет. Зато у него есть толковый и верный слуга. Мишка Водовоз. Который вместо царевича не только проходит все предсвадебные испытания. А мы, если успеем, скажем, что их было очень много. Вот. Их было очень много. А Лена, жениться этого не это самое. Вот. В те времена это тоже инициация. Там пока не пройдешь массу испытаний, вот. Если не проходит, вымазывали сажей. Сажей. И ты становился позором всего села. Там сейчас правиться надо было. Это не вот пришел там и все. Ну и пошли, дорогая. Пойдем за крома. Вот. И так слуга все испытания проходит, но исправляет с его невестой на брачном ложе. Это важный момент. Хорошо, все-таки, что слух не было у нас, да? Вот. Но что это за слуга? Надо выяснить его функцию. Повалили Ивана-Царевича и Анну-Царя на подклете. Подклете нижний нежилой этаж. Это тоже очень хорошо. Брачная ночь в нежилом этаже. В нижнем, куда специально отправляли брачующихся. Еще их отправляли в чулан, амбар, баня. Отсюда эта страсть нашего народа к бане. Потому что туда отправляли брачующихся. Почему? Там прохладно было. Там было прохладно. Нет, здесь есть представление, оно очень серьезное. Тела должны нагревать друг друга. Тела должны нагревать друг друга. То есть, если нет соответствующего огня в нем и в ней, то тогда чуженелище. Это довольно серьезное представление, очень архаическое, поэтому отправляли в холодные места. В холодные места. Это уже потом появилось, это уже поздние на слое перины вот эти все. Вот все безобразие. Вот у меня квартира прохладная. Иногда даже холодная. И я вот думаю, чего я себя готовлю в этой квартире? Потому что немножко мифологией, русским фольклором я занимался. Вот. И вопросы, а вопросы и загадки, да, даже, скажем, загадки и отгадки тоже являются частью нашего сегодняшнего интереса. Вот. Я себе задаю. Давно пора съехать. Ты что тут делаешь? Не живет ли во мне какое-то древнее представление? Ой, кошмар. Ну, продолжим. Итак, Анна-царь стала Иван-царевич заигрывать. Это текст сказки. Текст сказки. Я поэтому говорю, детям не надо. Это одна из самых приличных сказок. Наперво руку накинула, потом ногу накинула, потом стала грудью наворачивать. Глагол наворачивать это же не перевод. Понимаете? Мы говорим на русском языке. И с русскими наворачиваются. Боже это. Вот. Иван-царевич был не богатырь, а она была богатырка. Иван-царевич говорит ей, ах, сударыня. Вот это ах, сударыня, вдруг пробиваешься, ты просто умиляй. Ах, сударыня, я это взял на вооружение и сам всегда так говорю. Дай мне сходить до ветру. Вышел он за дверью, будет Мишка. Мишка, вставай, она нас обоих погубит. Вались на мое место, я пойду, это Мишка ему слуга. повалился, иван-царевич на Мишкино место, пошел Мишка водовоз, пошел, повалился рядом с Анной царем, стала Анна-царь заигрываться. иван-царевич, заметил, какая функция в этой анной. Вот. Нет, чтобы заснул за это время. Вот. Ну, бывает, ну, хорошо, перенесли бы на следующий день. Нет, она упорная. И так стала Анна-царь заигрываться. Мишка водовоз, схватив ее за шиворот, ударил ее о пол, иссек два прута железных, а третий медный бросил ее как собаку, вышел за дверь, ну, Иван-царевич, вались на постель, теперь ничего не будет. А что должно было, если бы не Мишка водовоз? Капец бы был Иван-царевич. Вот привыкли, что Иван-царевич у нас как бы, вот видите, тут Анна-царесь и ее только так сначала опал, там, что там, вот, два железных прута и так далее. Вот как это объясняет нам процесс фольклориста. В сказке прямо не говорится, что он лишает невесту девственности. Ничего, что я так. Все-таки про первую брачную ночь. А он якобы только берет царевну за шиворот, отбрасывает ее к стенке, сам сжимает ей руку и т.д. Тем не менее, картина достаточно ясна. То есть, это и есть процесс лишения девственности, а я всегда по-другому представил. Я что-то пропустил. и не с железными прутами, ни с чем вообще не связывался. Ох! сейчас вам плохо будет, но потом хорошо. Потом хорошо. Новый год к нам учиться скоро, все случится. Ох! Почему дефлорацию совершает не сам жених, а его магический помощник? Ну, конечно, Васька Водоросов, конечно, классический магический помощник, который может сделать то, чего не может сделать герой. Сказка отражает архаический обряд, во время которого жрец первобытных племен лишал девушек целомудрия. Это была ритуальная дефлорация, проводимая при посвящении девочек подростков женщины. Служитель культа являлся магическим мужем каждой девушки, после чего она уже отдавалась мужу рядовому. Цель всех этих действий оплодотворить женщину, чтобы затем она родила детей, как бы тотема рода от вождя. То есть понимаете, что жрец связан напрямую с татемом, в детях должно быть проявление этой божественной силы. Именно поэтому это не потому, что он был развратен. Такое количество девушек вообще не дефлорируешь сутками. Если же ребенок рождался до посвящения, то его убивали. Поскольку он не считался человеком, он не был рожден предками рода. Это уже очень важный для нас интересный поворот. есть получается, что когда наступаем в... Ну здесь все взрослые люди, детей нету, здесь нету, ну кроме меня. Значит, в этом акте должны участвовать по представлению наших предков, предки же, предки производят это. Ты только, ну, как сказать, ну, какой-то сосуд, да, нечто, да, нечто, что заводит вот эту машину, которая связана со всей цепью предков, да, и, соответственно, с тотем. Это, кстати, сказания славян древних. Не думайте, сейчас по славянским народам пойдет. Ну, просто послушайте, это интересно. И в книжке, интересно, что отголоски этого древнего обряда, знаете, правильно, книгу подтверждает. Звучат не только в сказках, но и сваденных традициях славян 19-20 веков, недавно, совсем недавно. В Черногории в первую ночь после венчания рядом с невестой спал дружка. Это представитель жениха на свадьбе. Вот. Якобы по-хорошему. В Боснии каждый гость мужчины на свадьбе имел обыкновение прижимать молодую к стенке символически изображая тем самым супружеским объятием. То есть, все же ушло на символический уровень. Конкретика уже не нужна. Но есть, остались вот эти символические вещи. Я даже скажу, что они в каких-то танцах иногда. Я иногда вижу, редко бываю на свадьбе, в последний раз лет сто было. Но те танцы, которые я там вижу, когда невеста начинает танцевать с тем, с тем, с тем, иногда что-то вдруг такое проглядывает. Я не говорю, что везде и так далее. И я не говорю, что там ее лапают. Нет, ее просто как бы обозначают. Как в танго обозначают. Потому что танго же это тоже ритуальное действие, которое стало танцем. Если мы в этот танец вглядимся, то мы все там увидим. Про что это? Собственно, про одно. Ну, собственно, про одно. И вот здесь тоже, да? Ну, посмотрите, значит, на Украине в случае неопытности или импотенции жениха новобрачную свадебную ночь призывал старшего боярина, который лишал ее девичьей чести. Это обычай, понимаете? То есть что-то там у жениха ну, мало ли, может, выпил лишнего. Но нельзя эту ночь пропустить. Потому что старая-то будет уже не брачная. Поэтому призывается, как бы сказать, да, старший боярин или кто он там, вот, который все это делает. Иначе семья погибнет, дом погибнет, вот, ребенок погибнет. Это верование славян, которое 19-20 век, друзья мои. Босния, Герцоговина, Черногория, Хорватия и Болгария жениху не позволяло совокупляться с молодой женой в первую брачную ночь или даже некоторое продолжительное время после вещания. Подобный запрет отружен в русской сказке, в которой змей, летающий к невесте в спальню, угрожает Ивану царевичу. Не спит царевич первую ночь с женой. Лучше пусти меня на свое место. Поэтому первую ночь с женой спать нельзя. Поэтому невеста страшнее, чем Змей Городич. Ну, потому что тут весь рот рухнуть может. Таковы архаические представления наших с вами предков. Вот. Ну, хотим мы этого, не хотим. Нравится нам это или не нравится. Ну, пошли дальше. Миф о зубастой вагине меня меньше интересует. Вот. Да. Но меня очень интересует следующий момент. Следующий момент. Что такое загадка? Да. Но потом может быть мы к Хилману подойдем. И это связано, кстати, говоря, с брачными обрядами самым непосредственным образом. Потому что в русских сказках неоднократно Иван дурак или отгадывает загадки, или загадывает. Вещи обратимые. В одной сказке он загадывает такие мудреные загадки, что как написано в сказке невесте не остается ничего другого, как только выстез не замуж. В других он отгадывает совершенно мудреные загадки. Да. Вот мы должны понять, что такая загадка в связи с этими ритуалами и с тем, о чем мы хотим поговорить и о том, кто говорит в прекрасном поэте питерском Евгении Рейне. Ну, понятно, что архаический след понятен. Зачем нужна загадка, если о чем-то можно сказать прямо? Значит, прямо об этом сказать нельзя. То есть загадка всегда связана с вещами табуированными. Запретными или полузапретными. То есть загадка позволяет о чем-то полусказать. Да? Полусказать. Конечно, постольку поскольку это были, ну, как бы мы сказали, дети природы. Вот, как ни крути. Тут возникает целый ряд вопросов, которых мы так только просто оговоримся, нам сейчас не время их касаться, хотя очень много литературы на эту тему. Понимаете, с духом стихи нельзя было поссориться. Вот. Поэтому какие-то вещи, они не говорились прямую. Да? Или они должны были быть сказаны в определенном цикле. Вот, например, загадки в прошлом загадывали жрецы. Известно, что в Индии в предновогоднюю ночь, друзья мои, ну, отдайте мне должное хотя бы в этом. Но я новогоднюю тему не теряю просто, вообще. Ну, просто вообще. Я держу постоянно. Понимаете? просто постоянно. И так в Индии предновогоднюю ночь волхвы брахманы усаживались в круг и начинали ритуально обмениваться завуалированными фразами. Их загадки были построены так, что ответ каждой предыдущей становился вопросом следующим. Например, кто это движется одиноким? Солнце. Какое светило подобно Солнцу? Вот они сидят в кругу, да? Какое светило подобно Солнцу? Брахман. Иль. Что великий посев? Земля. Что шире земли? Индира. Точно так же поступали славяне, встречая Новый год. То есть Новый год без загадывания загадок это вообще не Новый год. Вот. Потому что рождается мир. Он переобновляется. Он переобновляется. Но строго говоря, Новый год должен был к дню зимнего солнцестояния быть привязан. Да? Потому что там как раз тьма убывает, свет прибывает, и вот тут нужно загадывать загадки. Потому что эти загадки что на загадку может ответить только тот, кто знает отгадку. Именно поэтому Иван царевич всегда получает невест, царство, богатство. То есть Иван дурак, хотя он дурак. Он дурак. Мы можем встретить сказку, когда он тень свою кормит кашей. Ну может получить лучшую невесту в 39 царстве. Но он знает отгадку. А что значит знать отгадку? Знать отгадку это значит знать о тайнах основания бытия. Именно поэтому если даже ты умеешь загадать загадку, в тебе уже огромная сила. если ты знаешь отгадку, ну это уж вообще поэтому так очень много сюжетов. А раз не так? Ну раз не так, друзья мои. Ну давайте не будем притворяться. Юнша ухаживает за девушкой. Как в одном фильме она вся такая внезапная. Вот. А она вся такая порывистая. Вся такая неожиданная. То есть загадка. То есть загадка. Действие ведет двух направлений. Можно ли найти отгадку. И все девушке. И пойдет она как милая. Вся такая неразгаданная. Туда куда ты поведешь. Архаические вещи рассказывают древнейшие секреты. Я даже не знаю почему вы это самое вот я бы на вашем месте просто подпрыгиваем либо задать другую загадку свою. По отношению к той загадке которую она загадана. Ну так ведь и происходит. Постольку поскольку это древнейший процесс. У нас ничего не происходит как непосредственно я вам сейчас рассказываю. валерщик а что настроение нет? Загадка. То есть во мне живет кто-то кто задает мне загадки все релино. А я их озвучу. Почему я живу в такой холодной квартире не тем самым не предчувствую ли я близость славянского ритуала некоего согревания тел и соответственно температура всего района. И не являюсь ли я лично ответственным за то что точно знаете какой район? В Октябрьском районе так холодно. Вот вы теперь точно знаете что мы все не сделали для того чтобы в Октябрьском районе и в Ленинском районе было тепло в каждом доме а не только в библиотеке. То есть это да не сформулируешь загадку царевны ничего не получишь потому что не получишь я сейчас очень это скажу пока аккуратно пока приблизительно не получишь ее прообраза в другом мире ничего выразился попытаешься просто немножечко обобщить вот немножечко обобщить а что мы делаем вот вы мою эту лекцию все равно будете отгадывать хотите вы не хотите мы вот недавно здесь занимались медленным чтением романа герой нашего времени мы что делаем мы отгадываем текст гераклит говорил природа склонна к сокрытию почему она не склонна к открытию к сокрытию природа скрывает все свои тайны и оставляет нам только пальчик а вы дальше занимайтесь исследуйте будьте внимательны и так далее точно так же поступает царевна но если есть даже представление о том что на загадку есть отгадка то есть есть знания о целостности то из этой целостности мы можем получить отгадку то есть грубо говоря предновогодние такие лекции не обходятся без краткого курса пикапа вот да 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 а как жанр такой да площадная лекция здесь должно быть много секса много брутальности и совсем немного смысла но кстати о смысле кстати о смысле то есть вы понимаете что это означает это означает что мы должны построить некое пространство время что делать поэт стихотворения что делать музыкант музыкальном произведении что делает молящийся монах творя молитву что делает режиссер когда он делает спектакль или фильм и в этом пространстве времени оно и должно случиться ну все сказки про новый год уже сказки городские да сказки про фан они же про это почему-то они всегда встречаются под новый год что за чушь а что не накануне почему не в ноябре ну чем ноябрь такой плохой месяц вам не скажите почему все эти иронии судьбы все это вот в новый год должно обязательно обвалиться на человечество человечество уже не выдерживает понимаете почему не в ноябре почему в ноябре только день октябрьской революции это праздник для коммунистов ну я не коммунист ну вот мне что делать да потому что даже здесь на архаическом уровне мы видим да что создано что пространство и время и в этом пространстве и времени могут происходить разные вещи то есть если создается пространство и время создается смысл там где его не было а смысл созданный там где его не было это в современном мире накладывая накладывая современное на архаическое это примерно то же самое что отгадка там где ее не ждали там где не ждали знаете про создание смысла сейчас один только пример приведу есть замечательная книжка я вам всем советую ее читать вот сегодня не только мы говорили с одним прекрасным человеком режиссером замечательный фильм сделал вот Наташа зовут вот и я советую эту книгу это полшредер трансцендентальный стиль в кино ее наконец издали у нас полностью но выяснилось что там есть глава которую он дописал через несколько десятилетий и она идет первой и вот он красиво объясняет феномен мне очень понравилось медленному кино да медленному кино ну вот в обычном кино да герой вышел за дверь склейка монтажная то есть действия и склейка соединены ну а что показывать он уже вышел дальше после склейки он идет по улице да куда-нибудь и мы следим за там сказать его истории в медленном кино как герой вышел за дверь кину продолжается зависит ли оказывается в какой-то пустоте камера смотрит или на дверь но мы знаем уже мы уже смотрим этот фильм давно мы знаем уже чисел 10 вот мы понимаем что никто не появится не переживайте никто не появится или камера начинает смотреть в окно или они очень любят вот этого да когда там звук автомобиль как у болтара выдающегося венгерского режиссера мы ждем что в кадре появится автомобиль автомобиля нет пауза заходит коза или корова пауза что происходит со зрителем он оказывается там где нет детерминированного нарратива то есть там где сумма действий приводит к какому-то смыслу и у него возникает шредер гениально пишет возможность создать смысл там где его нет ну вот он смотрит он зевает это кстати отличная рекомендация к моим лекциям когда устаете вы не думаете что вот лектор плох там или что-то не пошло просто используйте этот момент для создания смысла там где его нет ну вернемся к загадкам и отгадкам да к загадкам и отгадкам ну обязательно в предновогодней лекции должна быть дидактическая пятиминуска но я постараюсь до трех минут ложится в сказке насколько вы знаете не только брачующие загадывают друг друг загадки загадка была кстати вернемся к этому да фундаментальной частью брачного ритуала реально загадывали загадки и отгадывались потому что это проверка на то имеет ли человек отношение к целостности мира если не имеет нифига его нужно брать или ее в жены брать но она может быть как угодно хороша это вообще для этих людей это имело роль но не такую вот как для нас а я про другое я понимаете про то что вот умеем ли мы загадки загадывать самим себе нет загадки нет отгадки есть загадки у которых нет отгадок это такие двойные тройные загадки ну не все потому что в мире просто но сама сориентированность на то что эти загадки задаются да и мы пытаемся на эти загадки отвечать говорит о том что у нас есть желание к этой целостности мира приобщиться с ней соединиться и даже некий намек на то что каким-то образом может быть кто-то вот этот который говорит Валер ты так не суетись сегодня вот особо я говорю ты кто а ты кто ну ты поговорили что называется что он возможно знает эту отгадку но только придерживает вот только придерживает там же еще много всяких персонажей пойдем дальше пойдем дальше будем вас добивать потихонечку ну вот ну в хорошем смысле что-то старое должно умереть новое зародиться только в этом только только Джеймс Килман обратил внимание на роль прозвища в жизни человека в связи с проблемой двойника потому что Хилманс считал что это двойник есть у каждого из нас и все и все что я тут так импровизировал весело валер только не суетись валер давай 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 или там зачем тебе давай 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 это с кем разговор с двойником вопрос в том как может выглядеть двойник что это если бы мы хотели начать дифференцировать и вот посмотрите эти прозвища они же у всех есть Хилман делал предположение что люди неявно неявно не обращая на это внимание в гуще жизни чувствуют что одним именем надо назвать желудь а другим листву что такое желудь нет желуди нет дерева теорию желуди это он так сказать разрабатывал много лет это вообще очень такая плодотворная глубокая теория то есть желудь это суть это суть и желуди вырастает нечто вот это вот ветвистый дуб там ветви там всякие листочки там много всего у дуба своя жизнь у желудь своя он живет и сквозь дуб и он заставляет дуб жить как он хочет отсюда возникает понятие необходимость который надо сказать хилл трактовал очень оптимистично но вернемся к прозвищу вернемся к прозвищу то есть желудь же хочет себя как-то обозначить ну дуб вырос желудь под землей там корневая система а желудь пытается сообщить человеку о том что он тут вообще не последняя значимая фигура ну вот возьмите эпизод с Бергманом с маленьким Бергманом дарит новогодние подарки я не отступаю от темы не отступаю старшему брату дарит кинокамеру причем она там всего-то девушка ставит с песка выходит мы можем вернуть назад там просто фрагмент детская детская не для съемки Бергман устраивает такой скандал родители в ужасе вообще-то это шведские пасторы пастор там со своей семьей тут вообще-то все дети воспитаны не так чтобы истериковать где-то но тут подарили не ему а старшему брату так ночью он встает пробирается к старшему брату у него есть Энгвард Бергман это великий кинорежиссер у него есть коллекция солдатиков и он меняет их на эту кинокамеру вот для Хилмана в данном случае это проявление желудка то есть желуд взял остановил вообще все сказал а вот это принципиально потому что призвание связано с желудком хотя и веточки тоже могут иметься там ну там может быть разное там вот я тут немного рекламы занимаюсь немного этим вот иногда танцую на Новый год иногда еще что-то иногда еще что-то вот у желудки есть свое мнение он должен его как-то обозначить он его по Хилману обозначает через очень сильное волнующее событие вот это вторжение необходимости то есть ничего не было ничего не было я прошел по улице вдруг я что-то увидел все не могу успокоиться три недели это волнующее событие это желудь говорит о том что парень а я вот так а у меня вот такое вот есть желание Бербан получает эту значит игрушку счастлив необыкновенно да а до этого когда он там я уже забыл эту историю когда он там в цирк куда-то вот хочет поступить родители конечно им дают пушам когда он устраивает истины потому что цирк это его он будет в том числе театральным режиссером желудь про это знает мальчик про это еще не знает совершенно понимаете давайте я скромно расскажу о себе скромно несколько историй о себе но одну не будет меня что потрясал в своей жизни всегда ну немного потрясало но вот это вот я больше всего у меня мама была учительницей и она была учительницей в моей школе и я был вообще в ситуации жуткой я вообще требую сатисфакции у кого-то за моё детство ну потому что моих друзей вот им по ушам давали только после родительских собраний а мне мне кажется день непростая жизнь ну потому что я что-нибудь сделаю сразу кларе кичи вот она соседним там получать Валерочка вот кто-то что сказал кто-то прокомментировал кто хочет создать этот текст дальше меня все учили отец меня учил английского отец был очень талантливым человеком и очень много меня научил но английского я не хотел учиться и что-то у меня не получалось ну в общем это было мучение брат меня учил физики электротехики я должен свете паять у меня вообще способов не было выбраться понимаете то есть я только мог куда-то убежать и играть свой любимый хоккей и кстати он победил вот над всей этой бандой родителей и старших братьев а старший брат на 11 лет старше что я с ним взял и он у меня там дебил идиот ничего не можешь а я там действительно он мне там ну вот спаяни приемник там сделай все у меня было чувство катастрофы только одно если бы брат сейчас уехал куда-нибудь как бы это было хорошо ему бы ему там было так хорошо чтобы он остался там подольше он однажды уехал в Ростов на практику три месяца не было какие дни нет брат меня кстати очень многому научил полезному кататься на велосипеде и многим там научил меня удару слета футбола но физику он не мог понять только когда я уже в 10 классе я был призером союза по хоккею приехал значит к нему и он сказал там а он пьяненький был говорю Валер я только сейчас понял что это оказывается не твое вот 10 лет меня мучили меня еще спрашивают иногда Валерий почему вы себя ведете как разведчик да блин такое детство понимаете такое детство короче все меня учили все меня учили если меня спросить да я пошел я поступать в университет там было образование это дело стоило того понимаете это была большая удача потому что если я пошел в педоинститут как мама хотела а папа хотел чтобы я пошел в университет я бы не встретил Николая Тимофеевич а соответственно очень много бы не узнал и Владислава Петровича и многих других прекрасных людей так после университета ты куда в школу же понимая дорога короче говоря больше всего на свете я ненавидел учительствовать и с ужасом начал наблюдать как я поступаю в вуз который неизбежно приведет меня вот в среднюшку а я это не люблю больше всего на свете и я только думаю ладно пять лет пять лет перерыва оторвемся дрожите университетские девчонки они дрожали они дрожали если вы проходили в то время им общежитие университетского вы бы слышали как они дрожат по ночам потому что я знал пару загадок и пару отгадок но вам я их сообщать не буду потому что это может привести к опасным социальным инцидентам а я короче говоря четыре три два один дело дошло до того я не пришел вместе с моей тогдашней подругой которая будет моей первой женой на распределение понимаете нас отправили в Безинчук мы приехали в Безинчук месяц ходили директор сказал что мне нечем вас нагружать вы не могли бы куда-нибудь смотаться мы смотались еле-еле нашли в Ставропольском районе она в одном селе я в другом я просто я иду первый день это какой-то рок это ужас ты всю жизнь от этого убежал всю жизнь повторить судьбу мамы я видел как это это нищенская зарплата это невероятно тяжелая работа и это меньше всего чем я хочу заниматься и вот я иду двухэтажный такой особнячок и так ученички такие на меня ну как ты которая будет я понимаю что вот все про Сафокла и Схила и древнегреческую трагедию про роль рока все читал не напрасно вот оно вот оно только почему в 23 года ну почему в 23 года знаете как у Достоевского гениальный рассказ Бобок где вдруг начинают разговаривать трупы на кладбище вот и там один труп они разговаривают ну как всегда там есть генерал перед ним там присмыкаются и так далее и только там за одной могилой своим голосом такой я бы пожил пауза они там разбираются там кто из них все-таки круче сейчас вот уже на кладбище лежат вот кто круче а там а я бы пожил вот это мое было чувство когда я входил понимаете в ворота русского я бы пожил я бы немножко еще пожил я пропущу несколько глав вот кто мог подумать что я это полюблю вот это желудок а вот листва там говорил да нет и чё куда бежим куда бежим сейчас бежим где-то куда в Советском Союзе убежишь особо-то вот там особо не убежишь то есть никто ничего не предлагает вот вел я себя не очень хорошо поэтому аспирантуру меня не взяли никуда не взяли и путь только в среднюю школу и вот я о Софоков о это самое я бы пожил вот это желудок то есть я преподавал после этого около 40 лет и почти никогда об этом не жалел это как вот это и желудок понимаете да вот эту динамику эту динамику Хиллман предположил что мы когда даем прозвище мы пытаемся мы подсознательно что-то в нас знает да исходим из того что у человека его гения разные имена и давая прозвище мы пытаемся нащупать имя этого гения понимаете хотя внешний процесс кажется очень простым да ну вот переберите свои прозвища очень часто это сокращенное имя да или фамилия или что-то но все равно почему-то 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 это какой-то необходимый процесс вот своей первой жене я придумал такое количество прозвища мы говорим в хорошем строении была считалка там было что-то пятьдесят вот я ее просил ее зачитывать мне я сидел наслаждался вот мне это зачем нужно было у нее было свое имя но хотелось проткнуть на вот этот бумажный стенд в другую реальность в другую реальность хилман говорит приводит там сотни примеров вы каждый можете прийти сотни примеров звезды берут псевдоним ну а что так он говорит да есть простой ответ требования промышленности там голливуд вот устоявшиеся традиции но есть чувство что если ты создашь нечто бессмертное оно не может иметь то же имя что и нечто смертное и наконец хилман подозревал что мы как-то пытаемся дать имя собственному дайму и более того он как он он сам настаивает но так как нам очень трудно догадаться что он вообще есть то что с нами все время что-то происходит все время что-то случается с нами и со странами и с человечеством в целом да потому что а каким образом желуду рассказать дерево о самом себе каким же ты образом вот ту самую да ту самую все слова потускнеют неразрушимую часть себя или то что юнг называл самостью да ее проявить то есть жонс начинает рассказывать свои истории а я как дерево начинаю рассказывать свои истории и только тогда когда этих историй набирается какое-то количество хилман обратил внимание на чудесную вещь я вам даже прочитаю фрагмент я понимаю что вот как бы тут вас не переутомить но чуть-чуть прям чуть-чуть чуть-чуть кстати не будет бесполезно тут много у меня конечно много всего тут не отмечал боже ты мой рассказывают что Марк Твин говорил что чем старше он становится тем ярче он помнит события которые вообще не происходили я вот сейчас вот когда мне за 60 могу присоединиться к мнению Марк Твена мы переорганизуем детали и приукрашиваем их мы даже привносим события из других жизней в нашу собственную или же мы цензурируем жизнь как Джозефин Бейкер который уничтожил массу старых фотографий Твин предположил что рассказ о вашей жизни имеет тенденцию возобладать над ее историей неплохо неплохо а зачем о какой части это нужно кто является редактором желающим так много сократить и придумать несуществующие факты Эржен де Лукруа рассказывал историю что его неизвестным отцом вероятно был великий французский государственный деятель Толеран у Юнга была легенда что он происходил от одной из незаконных связей Гетте не последние кстати люди Джон Уэйн это великий актер американский говорил что его отцу принадлежит аптека Глендейли магазин мороженого и художественный салон все это хладнокровно и резко отрицалось старожилам этого города который хорошо сдал семью дальше несколько страниц примеров так зачем-то нужна вторая биография вымышленная биография ну то есть скрывать вот знаете один вопрос когда надо что-то скрывать а когда ничего скрывать не надо кто хочет этой вымышленной биографии почему она должна быть да ну еще кусочек который вам не могу просто вы меня потом что вы со мной сделаете если вот и вот о двойняках я думаю что может быть это дидактическая предновогодняя пятисекундка сослужит хорошую пользу всем в новом году о как из немецкого языка английский получил подходящее для этого слова доппельгангер раздвоим по земле ходит человек который является вашим двойняком вашим альтер-эго вашей тенью другим я иным подобием который по временам кажется находится на вашей стороне вот это по временам кажется он по временам находится на вашей стороне и является другой вашей самостью когда вы говорите с собой ругаете себя останавливаете себя то возможно адресуетесь к вашему Доббельгангеру, не только как к близнецу, живущему в другом городе, но и находящемуся внутри вашего собственного пространства. У инуитов есть особые способы разговора с другой душой. Один используется, когда душа является внутренней и находится в том же теле, другой, когда душа внешняя, которая может приходить, уходить, гореть, гаснуть, задушевлять вещи, места, животных. Антропологи, которые изучали австралийских аборигенов, называют вторую душу душой куста. Ну то есть для аборигенов две души это нормально. Нет разговора о патологическом раздвоении, о том, что надо ехать срочно в Тамашево. Они даже про Тамашево не слышали. Одна душа в тебе, другая гуляет. Другая гуляет. Сказки поэма Руми, Джилладин Руми, великий суфий, философ, поэт и так далее. Истории дзен также рассказывают об этой двойственности, о странном жизненном двойнике. На дереве сидят две птицы. Одна смертная, другая бессмертная. Сидят бок о бок. Первая щебечет, вьет гнездо и летает вокруг, а вторая наблюдает. Во многих культурах плацента должна быть осторожно удалена, поскольку она рождается вместе с вами, и ей не разрешается войти в жизнь, в которой вы живете. Она должна оставаться мертворожденной и вернуться в другой мир. В противном случае, как он, гениальный близнец, может стать страшным призраком. То есть, есть представление, что близнец все равно будет. Двойник все равно есть. Желудь все равно есть, и дерево есть. А ни одно целое и нет. Но если плаценту не удалить, то у тебя двойника родится в потустороннем мире. И тогда точно будет твоим антагонистом. Будет нехорошо. Но не под Новый год, конечно, такие вещи. Но немного же, прежде чем вас обнадежать, надо напугать. Рождение близнецов часто рассматривается как зловещий знак. Как если бы произошла ошибка. Ну, то есть, вы понимаете, один видимый, другой невидимый. Это разные культуры так мыслят. Это не обязательно, что мы тогда должны так и помыслить. А здесь как бы двое видимых. Две птицы, человек и призрак, этот мир и тот, оба присутствуют в этом мире. А должны каждый в своем. Должны каждый в своем. Близнецы буквализуют двойственность, демонстрируют как видимые, так и невидимые. Мифы рассказывают об убийстве, жертве одного из близнецов ради другого. Каина, Авель, Ромул и Рэм. Тень бессмертная, пришедшая из другого мира, должна уступить дорогу для того, чтобы смертное начало смогло полностью войти в эту жизнь. Хорошо. Ну, хорошо. Как все устроено-то, причудливо. Поэтому дифференциация нужна. Наконец. Хиллман описывает стадию, когда... Ну, вот человек что-то такое чувствует. Он нужен. Вот как Гёте, наверное. Если Гёте говорил, что видел своего Даймона, знайте его. Чем преданнее вы своему Даймону, тем ближе он к смерти, которая является неотъемлемой частью вашей судьбы. Мы ожидаем, что Даймон обладает предвидением смерти, вступая с ней в контакт, перед полетом на самолете или во время внезапного приступа болезни. Ну, правда же, да? На самолет идешь и думаешь, да не, вроде нормально. Кто-кто знает, что нормально? Вроде нормально это кто? Мы к кому адресуем-то вроде нормально? Это уже ничего не существует. Это же греки придумали. Ну, Сократа там, вот, необлатонники поддержали. И так вот оно и держится. А кому мы говорим, что... Так, все, полет нормально. Полетно. Там, значит, трясет нормально. Все нормально. Кому? Кто это говорит? Кто кому? Кто-то знает, нормально или нет. И это, скорее, похоже на эту. Связь, нужна связь. Нужна связь. Очень нужна связь. Вот. Потому что, если не нормально, давай-ка что-то поправим тут. Вот. Птиц отгоним, чтобы они в лобовое стекло не попали. Вот. Пилота успокоим, вот. А стюардесса пусть мне просто улыбнется, потому что у меня паническая атака. Я уже не могу так больше. Вот. Алкоголь не дают сейчас в самолетах. Ну, а что, ну, давай там где. Понимаете? Вот. Понимаете? Вот так вот. Итак, является ли такой теперь и моя судьба? Когда требования нашего призвания кажутся абсолютно необходимыми, опять появляется смерть. Если я буду реально делать то, что должен, то это убьет меня. А если не буду этого делать, то убру. Быть призванным или не быть, это, по-видимому, было и остается вопросом. Последние две строчки прочитаю, потому что это загадка вам на Новый год. Вот. Когда требования нашего призвания скажутся абсолютно необходимыми, ну, просто вот призвание начинает тебя тащить, понимаете? Тащить. Тащить. Вот. Там, где необходимость, там, конечно, появляется и смерть. Если я буду реально делать то, что должен, то это убьет меня. Вот у меня в школе был первый год точно это ощущение. Еще одно родительское собрание я не выжу. А если я не буду этого делать, то умру. Быть призванным или не быть, это, по-видимому, было и остается вопросом. Друзья, я пойму отличная загадка. Если я не буду этого делать, то это меня убьет. А если будет, то я умру. С Новым годом, друзья! Про новое счастье я высказался в прошлый раз. Могу только повториться. Если есть старое счастье, зачем новое? В этом есть какая-то аморальность. Понимаете? Вот. То есть я прихожу, например, вижу, женщины с мужчиной живут хорошо. Желаем на Новый год нового мужчину и новую женщину. Зачем, если им и так хорошо? Старое счастье пусть будет у них. Зачем им новое? И вообще счастье – это не категория, это не штаны, понимаете, которые бывают старыми или новыми. Счастье – это нечто другое. Знаете, я сегодня так задумался первой в жизни. Услово настроение. И хорошее. Думаю, надо же спеть какую-то новогоднюю песню. Настроение не покинет. Ну и так далее. Сейчас я фальшивить начну. Я думаю, слово настроение. Удивиться иногда на этимологию в русском языке. Настрой. Строй. Настроение есть тогда, когда есть строй. Да? А «на» – это направление. Ну, как я понимаю. Вот и счастье так же. Это определенный строй. Это определенный строй. Я нам всем его и желаю. Друзья мои, в новом году, в новом году больше подарков от друзей, подруг, детей, близких, тотемных животных, кого угодно. и меньше от Деда Мороза. И я вообще выставлю инициативу. Давайте, может быть, мы подпишемся, создадим какой-то документ, рабочую группу. Вот. По отправке Деда Мороза в Финляндию. Давайте сами будем дарить. Он, вам что, надо, что вам под Новый год вас испытывать пришли? Тепло ли тебе, Деда? Тепло ли тебе, Красный? А там вопрос о жизни и смерти же в Морозках-то. Нет, это не добрый персонаж. Но он и не злой. Он такой дед, который испытывает на человека на предельной экзистенциальной ситуации. А мы из этого сделали. Как оно вот это вот должно? Из детства. Что тут из детства такое? У меня там уже Орленок путается с чем-то еще. Вот оно какое наше лето. Лето наше солнышком согрето. Лето это хорошо. Это там Дед Мороз летом попал. Он и в лето пробрался. Вот мы жалуемся, что они то жаркие, то какие-то слишком прохладные и влажные, что комары стали кусать, как собаки, а собаки жалить, как комары. И нам это не нравится, потому что у всего есть свое место. У всего есть свое место. Пробрался-таки туда. Вот ведь что. Вот. Вот ведь что. А Мороз само по себе это неплохо. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова